друзья всем привет вы на канале moto sancho и мы с вами ночевали на стадионе старт в городе лодзь эта ночь в отличие от предыдущей прошла совершенно спокойно никто не кричал не пел музыку не включал никто не носился на мотоциклах о как единственное что сегодня было прохладно в какой-то момент я даже подмерз а сейчас выглянуло солнышко начала палатку нагревать ну и все уже встают раскладываются надо наверное и нам очистил зубы умылся сразу посвежел и вот чем отличается такой базар от мотослета здесь нельзя залеживаться в палатке не получится проснуться полежать еще обалдеть сразу бегом-бегом-бегом собираемся палатку складываем иначе место для торговли не будет глядите какая сегодня недалеко от нас образовалась выставка рометов 9 300 любой с документами на больших колесах подороже подешевле палатку раскладывают для просушки краса ночью выпало а изнутри конденсат собрался начинается утро завтрака мы заварили кофе урмос достал супы вкусные готовые прямо димка сейчас как раз гороховый греет людей сегодня меньше и покупателей и продавцов поэтому расслабленно отдыхаем женька что-то монтирует уже самого утра я тебе скидываю видосики мы оставили димку на торговле сами идем урмосу присматривать шлем мне покрышку на новое колесо коляски ну и может еще чего интересного увидим большая палатка с шлемами урмос ищет модуляр вот до такого плана с поднимающейся бородой нашли к урмосу шлем купили пойдет еще одна удачная покупка сейчас покажу что мы нашли советский оригинальный это новый ураловский коленвал советского образца маслоуловители на винтах бумага солидол все как надо при этом никаких люфтов биений треугольником бы еще проверить по пальцу но там втулки в солидоле боюсь что пальцы и так и так не войдут тысяча злотых двести тридцать евро не дешево но цена адекватная ну да мотоблок на регистрации исторической мотоблок аргумент ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Какой прикольный старый тракторный дизелек. Даже не тракторный, это просто дизель, от которого можно запирать мощность на какие-то нужды. Сеялки, молотилки. Прикольно. Видно, что аппарат на ходу. Его не возят на лафете, им ездят. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Обошел практически весь базар. Много всего интересного увидел, но покрышку на Ижевскую коляску так и не нашел. 4,2,0 на 18 размер, меня интересует. Либо 100 на 90 на 18. Нет, это маленькое что-то. Кажется, и здесь не будет. Задумка была такая на новое колесо. Сразу обуть покрышку и поменять. Это снял, новое поставил. Ну, а так, видимо, придется перекидывать покрышку. Кто помнит, сколько я с ней мучился, чтобы поставить, не пробив, не закусив камеру. То еще развлечение. Вы только гляньте, как надо было достать продавца, чтобы на машине повесили объявление. Это не москвич. Да, не москвич, но похож. Старый-старый форд. Старый-старый форд. Обеденный перерыв. Тут и армейские сухпайки в дело пошли, и бич-пакеты. Ой, хлебушек вкусный. Я вчера распробовал эстонский. Очень вкусный хлеб. Печаль-беда. Снял наклейку. Разрешение на въезд на мотоцикле на территорию. Думал, остался клей от самой наклейки. Но нет, это поднялся лак. Отслоился от базы. Он не порвался, а его просто подняло. Обидно, конечно. Что же делать? Надо будет вычищать и мотовать крыло, и заливать новым слоем лака. Подкинул себе работенки. Разбираем наш. На часах 14.00, и мы упаковались. Все загружено в бус. Все, что не распродалось. Главное, мобильник. Мусор собрали в большой мешок. Мотоциклы тоже уже увязаны, упакованы. Я проверил уровень масла. Димке маслица долили у него. Маловато было. Говорит, с начала сезона туда не заглядывал. Надо будет еще на заправочку заехать, чтобы уже хватило до дома. У меня коляска так загружена подарками. Казан, колесо, что она прям просела. Но когда на мотоцикл садишься, он вроде как компенсирует этот наклон. А вообще надо подтянуть амортизатор, поставить в более жесткое положение. Он сейчас на серединке. И, наконец, мы готовы выезжать. Все упаковались. Практически пустое поле. Организаторы уже сворачивают выезд. Классно провели время. Отлично пообщались, отдохнули. Торговля, конечно, у нас не пошла. Но это скорее был предлог. Предлог для того, чтобы приехать и всем в этом месте встретиться. Урмасу большое спасибо. Урмасу большое спасибо. Антанасу. А хочу полный. Чтобы уж точно хватило. И не переживать о заправке до самого дома. Ограничение 50 километров в час. И стоит фоторадар. Сразу весь поток буквально крадется. А стоит только радар проехать, все начали разгоняться. Ехать сегодня легко, приятно, а главное прохладно. Нет той душной жары, которая стояла, когда мы ехали сюда. Не нависают над нами грозовые тучи. Сейчас выберемся на трассу и автострадой до самого Шленска. Сейчас выберемся на трассу и автострадой. Женька поехал. Медленно ему с нами. Мы 90 держим по навигатору. А ему еще до Словакии пилить и пилить. Много транспортных средств доводилось мне обгонять. Но яхты... Яхты пока не доводилось. Хорошая такая, метров 8, красотка. Много транспортных средств. Чのьего тела. Продолжение следует... Ну вот я и добрался. На что обратил внимание, когда ехал туда, заправлялся перед выездом, и при въезде в лодь у меня уже светилась лампа топлива. А ехал обратно, заправился в лоди, и сейчас лампа еще не горит. Несмотря на то, что сегодня был очень сильный встречный ветер, ехать было довольно тяжело, но мы при этом держали на 5 километров в час медленнее скорость. Если туда ехали сотню, то сейчас 95. И, судя по всему, на расход это очень заметно повлияло. Есть свободное место. Хондочка моя стоит. Добрались. На этом заканчивается наше путешествие. Всем спасибо, друзья, всем счастливо, и всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok